Мы на месте. Мы приветствуем Евгения. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам свое биополе на период сеанса? У нее на голове, как колпак, как в парикмахерских раньше было, где волосы женщины с жилеткой длинной. И у нее закрыты глаза, и она на слух ориентируется, и где-то, если что-то слышит, руки выбрасывает, чтобы не подпустить к себе. Нормально. Хорошо, скэнер, просканируй над головой этот колпак, отключи его полностью вместе со всеми сопутствующими, подключенными к нему чипы датчиков и плантовый конвектор. Как все это выходит, отправляй силой моего намерения в клетку-тюрьму. Он подключен к нам, и от него идет как такие вибрации тока, когда надо. Не всегда, а когда. Да, но они как пружины вышли из дела и отключились от рук от ног. Такие болтаются на этом колпаке. Отправляю в клетку-тюрьму. Хорошо, еще что-нибудь видно визуально? Конечно. Даю команду, значит, 3, скэнер сканирует пространство над головой Евгении, под ногами 360 градусов вокруг нее, и становится ее заложниками. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Евгении, находит все. Есть, без нога. Бес. Давай с верхних начну. Значит, здесь рептилоид и два Грея с этим колпаком. Хорошо. Дальше у нее лизард. Есть. Эмоционально он ее захватил. Да. Значит, ниже у нее инсектоид сидит. Есть. И бес, все. Итак, у нас бес, рептилоид, два Грея, лизард и инсектоид. Хорошо. Какой у нас бес? 8? 8. Рептилоид, какая у тебя цифра над головой? Считай, Вера. 122. Ты военный или лаборант? Военный. Военный. Какая цель этой подключки с колпаком? Дезориентация. Сколько времени вы находили с этой конструкцией в биополе? 3 месяца. Какая цель подключки была? Дезориентация. Только дезориентация, они не воровали ни частички души, ни биоматериал, ничего не воровали? Держали ее в тонусе, отправляя электроразряды. Хорошо, скэнер, просканируй полноту души Евгении на настоящий момент. 99. Значит, 1% будет, скорее всего, в колпаке. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Даю команду о тонкой копии Евгении спроизвировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэббрационную энергию в ее биополе. Канал выстраивается также и к колпаку. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоэббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Евгении. Энергию страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И усилие потоки в 50 раз. Инсектуэт, сколько ты находишься в этом биополе? 4,5 года. Сколько у тебя инкубаторов? Показывает, у него воткнут такой штырь и сверху инкубатор, но он не как диск обычный, он расширенный такой. И еще он показывает какой-то черный диск впереди, за которым он прячется. Диск не его. А чей это диск? Ее. Ее? А если диску там делать нечего, селаем его намерение, вывожу этот диск. Скэнер, просканируй этот диск, он подключен к чему-то еще. Если есть какие-то сопутствующие чипы и датчики, выводи их тоже. Это очень грязный эмоциональный диск, который там что-то боль, страх. Это идет из прошлых жизней, но это проклятие или что-то другое, пока не знаю. Но это эмоциональное. Хорошо, оно вышло, Вера? Да. Отправляю в клетку тюрьму. Готово. Итак, как у нас с реверсом? Реверс закончен. Хорошо. Устанавливай фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Евгения забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Евгения себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилий потоки в 50 раз. Лизард, сколько это надо? Ты знаешь, Лизард показывает, он с ней давно, то есть он с ней несколько лет последних, 13, но он не всегда. Он оставляет ее и выходит, потом возвращается. И зачем он возвращается после того, как выходит? Были моменты, когда она была более спокойна и вибрации поднялись, и он не мог расскорябать ее состояние души. Он всегда оставляет подключку. И эта подключка как ниточка его дергает. Если у него начинается понижение вибрации, он возвращается, играет на этом. Удочка. Все понятно, хорошо. 13 лет в общем. И без, сколько ты находился в этом биополе? Без, без. Без 8 лет. А что так долго? Всегда есть чем поживить. У нее связаны ноги. Причем они связаны как по кругу, в области щиколот. И еще между ног потом вот так перекинута веревка и завязана в середине, чтобы не убежала. Хорошо. Ждем окончания реверса. Кстати, от конструкции возвращается только энергия. Там нет частиц души. Готово. Отлично. Скэнер просканирует полную ту душу на настоящий момент. 99. Где-то 1% потерялся. Возможно, в этом диске. Тогда мы начинаем с вытаскивания того, что оставили. Начинаем с инсектоида. Инсектоид, выходи, вытаскивай. Сколько у тебя инкубаторов там? Я таки не понял. Один, но он не диск. Так обычно, а он вытянутый такой, как комната. Но это же инкубатор. Выходи, вытаскивай инкубатор, крепление, всю жидкость. Ничего не забывай, приступай. Может, они модернизировали инкубатор. Готово. Идем дальше. Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью, ничего не забывай. Возвращайся назад, докладывая о готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером, несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит по каналам. Я вас предупредил. У Лизарта ко всем чакрам идут такие, как окончания, как струны. Музыкант дергал. Нет, он не дергал. Он подсвечивал, что ли, распилял. Хорошо, вытаскивай все, забирай, следов не оставляй. Каждая чакра отвечала разным эмоциям. Именно так он и играл на разных эмоциях. Хорошо, рептилоид 2 Грея. Что осталось на вашей чистоте в биополе? В биополе осталось кольцо какое-то на шее, и у них есть плата в доме. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил еще в биополе. Евгения, Грея, выходите, отключайтесь, возвращайтесь назад. И кто еще, кроме рептилоида и Грея, находится в квартире? Без. И все, да? И все. Хорошо. И они сняли кольцо сзади, расстегнули и открыли. Готово. Берез, твоя очередь. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил, развязывай ноги, ничего не забывай. Есть лярва в биополе без. Он показывает на этот черный диск. Это и есть давняя старая лярва. Он бы хотел забрать этот диск. А что она превратилась? Я такую лярву еще не видел в виде диска. В прошлой жизни идет. Ну так мне же надо будет проверить еще прошлую жизнь. Может там еще остались частицы души? Понятно, но он ее хочет. Хорошо. Значит, я ее проверю, только после этого я смогу тебе ее отдать. Когда я все заберу оттуда, что там еще осталось. Мне не хватает одного процента души. Снимай, отключайся, возвращайся назад тогда. Он снялся. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Евгении с бесом, рептилоидом, грейми и колпаком, лизардом, инсектоидом и этим черным диском. Пошла рассинхронизация до 100% заканчивается автоматически. Этот черный диск, он как, ну не знаю, с чем сравнить с медузой, наверное, но у него меньше вот этих лапок. И он тянется к ней. Вот две тянутся. Остальные короче, но две соединены каким-то путем своим животом. Будем проверять по магии, потому что здесь что-то непонятное мне. Ждем рассинхронизацию. Рассинхронизовалось все, кроме этого. Вот. Иначе есть контракт или что-нибудь подобное. Хорошо. Включай внутренний белый свет. Евгения этим светом она выдавливает. И все негативные патогены низкоаберационные чужеродные находящиеся в ее биополе. Свет пошел. Энергия выходит. Выходит также остаточная энергия на частотах интерферентов и их подключек. И формируется все перед ней в шар. Она говорит, я чувствую себя опустошенно, как будто во мне много-много разных дырок. Все закроем. Вы уже здесь. Не беспокойтесь. У меня небольшой шар вышел. Открывая воронку в галактическое дро, под шаром он уходит на переработку. Закрывая печаты, растворяя и даю команду скейнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Готово. Подхожу к Евгении. Помогаемая энергия свигнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Канал отлетает. От диска не отлетит. Этот останется. Отлетели? Да. Открывая воронку в галактическое дро, все каналы уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо. Так. Все прошли проверку. Кто не нужен, буду отпускать. Инсектоид и лизард. Вы больше никогда в это биополе не придете. Вам это понятно? Да, понятно. Открывается наверху два портала. Один на чистоте инсектоида, один на чистоте лизарда. Инсектоид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Лизард забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатаем, растворяем оба портала. Они ушли, и вот этот инфектоид, который был, он показал, во-первых... От кого-то? От кого-то, от старого человека, это слово. Это одно, его очень острый наконечник был, который вставлен был в ее... А, джиж-паразит. Не ушли. Хорошо. Ладно, хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Ли, у меня здесь один рептилоид военный, 122-й, и два Грея. Был колпак на голове. Сейчас мы это все вытащили, и они еще в квартире находятся. Я там смогу все справить, сам убрать. Мы их заберем, потому что мешают они не ей, а через нее. Ну, ей, конечно. Хорошо, благодарю тебя. Колпак? Заберем. Хорошо. Ты готова. Благодарю тебя. И у меня остался, значит, тогда один билд здесь, да, Вера? Да. Тогда мы сейчас... И диск. Ну, вот я перехожу сейчас к диску. Давай пройдемся по частоте магии. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковой силе было, оно проявляется. Здесь нет магии. А что есть? Магии нет у нее. Хорошо, но магию нет. Тогда переходим на контракты. Аннулирование контрактов и договоров. Может, здесь выскочит. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Евгения должна взять ответственность за своими руками, выразить это намерение. Она готова это сделать? Она готова. Я говорю вслухи о тонкой копии, а повторяет за мной. Я. Днение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Мне такая картинка идет. Сейчас я договора посмотрю. Он не идет как договор обычный. По-другому немного выглядит. Это контрактное воплощение. То есть она с прошлой жизни его несет. То, что недоделано у нее или что она должна исправить. С кем у нее заключен контракт? Пошла информация. Контрактное воплощение с самой собой. То есть она должна исправить то, что она сделала в прошлом. Мы можем узнать. Уйдет картинка. Ставь только экран нормально. Ставим экран и смотрим на экране. То, что я вижу картинку. Она женщина и она беременная. У нее длинное платье и фартук сверху. Да. Она убегает. Это лес, трава. Она поднимает это платье, держит, бежит. Ее догоняет всадник. У него на голове как у рыцаря или что-то, как защита такая. Да, шлем. Да. Она падает. Он ее сбивает с ног, она падает. Он слазит с коня и достает свой меч и убивает ее. Но убивает он ее в живот. Он убивает ребенка, женщину и прокручивает там этот меч. А они смотрят в глаза друг к другу. И как это перенести на эту ситуацию с этим диском? Сейчас, подожди. Она же не виновата в этом. Да, но она проклинает его. Она проклинает его. То есть они даже не разговаривают. У них телепатический, у него страх появляется от этого. От того, что он сделал. Понятно. Причем проклинает она его так, что у него не будет детей так же. Но это можно проклять, и это точно такое же. Как он убивает ее и ребенка так же. Он будет пустой. Вот так она говорит. Хорошо. Я думаю, здесь мы не уберем простым текстом, силой намерения этот контракт. Здесь нужен второй контрагент. Потому что она вложила душу в это намерение. И получила откат к этому контракту. Хорошо. Я обращаюсь к Евгению. Евгения, вы видите эту ситуацию. Это перешло и на вас. Это ваше проклятие, которое вы произвели. То, что вы в той жизни погибли. Таким способом вместе с ребенком. Это, безусловно, тяжелая ситуация. Но проклятие имеет свою силу. И эта сила связывает вас и ту душу, которая причинила вам такой вред. Вы понимаете это? Да, она понимает. Было это в прошлой жизни, поэтому... Итак, Вера, появляется на мониторе у нас эта душа. Я ничего не могу поделать, но у меня ее муж появляется. Андрей. Это был Андрей? Ну, мне он стоит на экране и улыбается. Хорошо. Он говорит, что мы пройдем эту карму вместе. И надо сначала аннулировать проклятие, потому что из-за этого, возможно, и проблемы другие возникают. Он говорит, что это был мой выбор, закончить эту историю. Андрей, здесь дело в том, что это проклятие можно только снять взаимным прощением. Вы должны сейчас найти слова, правильные слова, обратиться к своей супруге Евгении, и попросить ее прощения за то, что вы в другом воплощении сделали с ней, ее ребенком. Вы можете найти подходящие слова? Да, найду. Мне это легко. Я давно это поняла про работу. Пожалуйста. Поэтому у меня нет остатков. Хорошо, найдите. А у нее это живет черным. Она должна вас будет тоже простить, но вы должны, как первый, который напал, принести свои извинения. После этого Евгения должна будет вас простить. Только после этого мы сможем убрать это все. Я готов. Пожалуйста, приступайте. Говорите. Моя любимая жена. То, что я сделал, это нечеловечно и жестоко. Я это знаю, я это пережил, проработал и принял. Мало того, я принял решение быть рядом с тобой. Много воды утекло с тех пор, как говорят, на земле. И я прошу тебя прощения за задеянное, без прощения, искреннего прощения. Ты не отпустишь эту грязь из себя. Поэтому я жду понимания и искренности от тебя. Благодарю. Евгения. Она меня слышит? Она слышит. У нее идут картинки. Они встречались еще в жизни после этого где-то, но у них ничего не получилось. Проработать эту ситуацию. Хорошо. Вы принимаете его извинения? Да, я хочу освободиться от этой черноты. И дальше идти по жизни легко и свободно. И я принимаю твое раскаяние и извинения. Да будет так. Аннулируйте еще свое проклятие. Три раза словом. Я аннулирую. Я отменяю. Я расторгаю. Они опять смотрят в глаза друг к другу. Она говорит. Я аннулирую. Я аннулирую. Я аннулирую. Аннулировано. Да будет так. А так и есть. Хорошо. Проклятие. У нас что-то вернулось назад, Вера? У нее отпали вот эти черные, как у медузы. Хорошо. Итак. Окей. Они висят просто от этой черноты. К ней не касаются. Хорошо. Я посылаю это проклятие. Открываю воронку в галактическое ядро. Все родное вернулось из этого проклятия назад. И это проклятие уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. Аннулирую. Мы благодарим Андрея. Он возвращается в свое биополе. Экран убираю. Канал еще остался? Канал есть, но он пустой. Все равно. Подхожу к каналу и сжигаю его на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетел. Открываю воронку в галактическое ядро. И канал уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо. С эмоциональным фантомом разберемся. Выходит, эмоциональный фантом Евгений проецирует все негативные программы, негативные мысли формы, а также все низкоэбрационные эмоциональные энергии. Злость. Все это низкоэбрационное, ежеск генерированное, проецируется на эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Ну, у нее, во-первых, тонкая копия, до сих пор эмоционально плачет еще, и из нее слезы выходят. От пережитого остаточной идет эмоции. И фантом, который вышел, она чувствительна очень на импад, и она много на себя принимает эмоций, в том числе чужих переживаний. Это неправильно. Неправильно. Хорошо. Итак, фантом вышел. Много там энергии? Там много энергии, там много чувств именно пережитых. Хорошо. Нижних, верхних, и у него прям качели такие прыгают. Понятно, Евгения. Вы готовы расстаться с этими энергиями? Готов. Сворачиваю энергии в шар. У нас еще бес там остался. Бес забираешь? Да, он забирает. Отправляю бесу. Хорошо, бес. Я тогда тебе сейчас открываю портал. Ты уходишь в квартиру, собираешь все, что там осталось. Я еще тебе соберу в квартире негатив. После того, как ты соберешь все, что ты оставил, и покажешь мне все порталы. Устраивает? Ну, его устраивает, но он хочет эту черную медузу. Хорошо. Она пустая. Отправляю ему эту медузу. И эмоциональный фантом уходит туда же. Фантом он забрал уже. Хорошо. Открывается портал в квартиру Евгении. И бес уходит по этому порталу, собирает все, дожидается нас. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Сканер, дай мне полноту души, Евгений, на настоящий момент. Готов. Значит, все правильно сделали. Идем дальше. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Есть. Хорошо. Сканер, я прошу тебя, включи медицинскую программу, женскую медицинскую программу. Просканируй сейчас Евгений. Найди все проблемные зоны, все зоны воспаления. Вылечи их, выведи все негативное, что там находится. Пошел процесс. Опиши. У меня внутри несколько красных точек небольших. Ищеварительного трака, я бы это так называла. Хорошо. Все он это находит. Что он делает с этими красными точками? Он их выводит или уничтожает на месте? Ты знаешь, ее внутри энергии личные, которые есть. Да. Он их стимулирует. Она то, чтобы она излучалась. Изличалась. Я правильно сказала. Излучалась. Своими энергии. Потому что энергии у нее солнечные. И он ей показывает, как заполнять вот эти вот места с красными точками. И вот эти солнечные энергии, они превращаются не в острые лучи, а такие, как масло становятся. И они наполняют вот эти места, сравнивая полностью. И вот эти красные точки, они исчезают, они без следа. То есть они функционируют дальше, никакого воспаления там нет. Значит, ей надо осознанно направлять свою родную энергию в больные места и делать то, что Скеннер говорит. Вставлять ее как маслом, то есть они скатываются в эти места, излечая ее. Отлично. Готово. Благодарю, Скеннер. Хорошо. Как вы себя чувствуете, Евгения, сейчас? У меня все еще идут слезы. Но теперь это слезы радости. И я вижу этот цвет, исходящий из меня. А еще я чувствую себя, как будто я начинаю жизнь с белого листа, с новой страницы. И это счастье, счастье понимания и спокойствия. И я хочу заметить, что мы действительно с мужем часто смотрим в глаза друг к другу. Отлично. Хорошо. Теперь у вас все будет хорошо. Когда мы нашли причину, убрали ее, теперь только начнется процесс восстановления, заживления на всех уровнях. И все у вас будет хорошо. Сейчас мы будем возвращать вас назад, в вашу систему Биоробот Душа, Евгения, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И после этого сразу перейдем к чистке вашего дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Евгения в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Какой-нибудь поток ей нужен? Нет, она, знаешь, она из себя, вот эти лучи, они у нее не острые, а именно сбалансированные, такие теплые выходят. И она сама себя ими в свое спокойствие и умиротворение привела. Отлично, молодец. Отключаемся от объекта. Дом Евгения, ты видела? На счет 3 ты стоишь перед входной дверью дома Евгения. 1, 2, 3. Ты перед домом. Да, и здесь. Повсе устанавливается в одну из комнат. В комнате. Пошел процесс. Входи в ку-дом. Клетка в зале установилась. Хорошо. Парахнует. Парахнует, куда же без них. Дальше. Без. Без здесь, да. Здесь неупокойная душа есть. Неупокойная душа, хорошо. И есть. Платы рептилоида и греев. Но они есть, они не в клетке, они на бутылке. Здесь есть еще две кошки, что ли. Две кошки, наверное, с земельного участка. Пантомные. Да, хорошо. Еще что? И все. Хорошо. Начнем тогда с рептилоида и греев. Их плат, ты видишь их? Подсвечивается красным. Открывая по ним воронку в галактическое ядро, срывая платы, уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо. Кошечки, вы хотите, чтобы я вас отпустил на вашу чистоту, в ваш мир? Да, но это не две кошки. Одна кошка, вторая какое-то животное. Не пойму я, что это. Снимается маска. Оно крупное. Ну, мне надо знать его. Кошка. Ты кто, животное? На какую чистоту тебя отправлять? Грызун. Он очень насосный, кажется, похож, что ли. Грызун какой-то. Хорошо. Тогда я открываю. Кошечка хочет уйти, да? Хочет. Тогда я открываю кошачий портал. Кошечка уходит в свой портал. И открываю портал для грызуна. И грызун уходит на свою чистоту в свой портал. Пошли. Закрывай, опечатай, растворяй оба портала. Хорошо. Так, обращаемся тогда сейчас. К неупокойной душе, неупокойная душа, представься, как тебе обращаться. Лия. Лия, ты давно находишься здесь? Какова причина? Я ждала. Ты давно находишься в этом доме? Давно ждала? Давно. Около месяца. Хорошо. Мы именно те, кого ты ждала. Я не знала, кто откроет портал. Но знала, что он откроется. Да, сегодня мы здесь. Поэтому мне пару вопросов. Как давно ты закончила свое земное воплощение и в каком возрасте? Так 54 было мне уже. И когда это было? Думала, боженька забрал. А вот не забрал, оказывается. Сразу свет не увидели? Как назвать, не знаю. Не был храмом это, но обитель была у нас. Где? Ты... Белые плоски мы носили. Понятно. Ты была в секте? Да. Там и скончалась, не смогли помочь. Не врача не вызвали. Не врача не вызвали. Не лечили путем. Когда это было? Все молитвами да молитвами. Когда это было, вспомню теперь. Вспомню только в 80-х годах, говорили. Ох, как давно вы, Лео, находитесь здесь. Хорошо. Больше у меня вопросов нет. Я не смею вас больше задерживать. Вы хотите уйти в светлый портал, в чистилище? Готово. Открывает светлый портал в чистилище. Лео идет в этот портал. Ее куратор встречает. Все, кто ее знает и любят по ту сторону, встречает. Лео, Лео, встречает ее, Вера? Ее встречает, и она платок с головы снимает. Отлично. Мы желаем ей всего наилучшего. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Рахнует. Выходи, собирай все, что ты оставил в этом доме. Все паутину, все потомство. Докладывай о готовности к проверке. Приступай. На участке у него есть. Пусть собирает все. Хорошо. Там есть стройка на участке. Там у них инкубатор. У Арахноидов, да? Да. Тепло, спокойно, никто не мешает. Любимое место Арахноидов. Готово. Хорошо, Рахнует. Больше в этот дом и на земельный участок ты не приходишь. Все понятно тебе, да? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Арахноида. Он забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Бес. Давай. Ты свое все собрал сначала, скажи мне? Да, собрал, собрал. Ты же подогрел меня, хорошо? Ну, хорошо, тогда давай покажи мне портал, я их закрою и подогрей тебе еще раз. Пошли. Дверь впадная вместе с зеркальцем, с этим порталом. Понятно. Это было сразу видно даже на видео. Хорошо, под этой дверью открывается воронка в галактическое ядро, портал, фантом и частицы портала уходят на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Идем дальше. Готово. Дальше. Под окном в кухне. Да. Портал. Под окном в кухне, открывая внизу воронку в галактическое ядро, портал, фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Под ванной есть портал. Под ванной внизу открываю воронку в галактическое ядро, портал, фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо. Кухня. Нет, в кухне под окном был портал. Здесь в спальне есть шкаф, и он весь трещит. А что он трещит? Волнуется? Он как левит. Наверное, он так и есть лифт. Если это лифт, если это портал, загорается красный, он подсвечивается красным цветом. Он весь красный. Открывая под этим шкафом, внизу воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Значит, я сказал, что шкаф выглядит как портал. Он так вниз и уехал. Готово. Еще есть что-то? Да, есть еще в зале. Хорошо. Где там? Если мы в зал входим, это прямо стена и слева угол дальний. В этом углу в дальнем, внизу открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово, мы идем на улицу. Пошли. Там на земле портал возле желтого ящика. Внизу в этом месте, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом, портал и частицы уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово назвать границы с соседями, наверное. Внизу под этим местом, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом, портал и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Он говорит, что это называется обострение, когда такое идет. Энергии наслаиваются на другие, и вибрации негативные, и начинается вот это волнение, раскачка. Все понятно. Хорошо. Возвращаемся к клетке. Яду и команду сформируются в два шара. В один идет космическая энергия, в другой шар идет низкая аббрационная, эмоциональная энергия, эмоции, мысли, чувств. Пошел процесс. Сейчас за все годы. Как соберется? Да, как я здесь пританцовываю, как ты это сказал. Да, так и есть, ну конечно. Он бы столько не собрал один. Ваши шары сформировались, эмоции больше, чем космические, но космические, они плотные такие энергии. Под космическим открою воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. Хорошо, бес заслужил. Забираешь? Да, забирает. Отправляю ему этот шар. Готово. Хорошо, найди себе новое место обитания, я все здесь буду запечатывать. Все понятно, да? Да.